Этому альбому уже почти 30 лет. Удивительно, что он выглядит как новый. Андрей Иванович вспоминает, как своими руками перед увольнением вырисовывал каждую картинку и надпись. Кстати, в советское время многие вели дембельские альбомы в тайне. Почему запрещалось? Потому что многие фотографировались на технике, чтобы было категорически запрещено командование. Ну, соответственно, если находили такие альбомы, одни командиры их просто сжигали, другие оставляли, но фотографии, которые запрещены, сжигали, а другие оставляли. Ну, в общем, каждый дембель уходил домой наподобие с таким вот альбомом. Интересны кальки между листами. Эти картинки авторские. Такое художественное оформление неизвестного автора передавалось от одного призыва к другому. Здесь каждое изображение рассказывает о каждом этапе. Призвали, побыли в бане, и вот первый наряд. Здесь уже, получается, дембель летит домой уже на ядре. Ну, просто почему сделано так на ядре? Потому что мы сделали в стиле барона Мюнхгаузена. То есть вы заметили, везде лица барона Мюнхгаузена. Дабы не было такого, чтобы там нейтральное, чтобы не азиатское лицо, не русское там лицо, а чисто нейтральное, сказочный персонаж. Раньше не было мобильных телефонов, поэтому два года службы – это общение с близкими по переписке. На страницах альбома есть и фотографии Цирасполя. Именно их присылали друзья Андрею Ивановичу как напоминание о родине. Существовала в вооруженных силах Советского Союза такая внегласная, опять же, неуставная традиция, как отмечать такую дату, как 100 дней до приказа об увольнении в запас. Мы за этим, каждый солдат, сержант за этим строго следил. Когда наступал такой день, выбирали момент, чтобы где-то собраться компанией, попеть песни. В свободное время мы даже выложили из ремней цифру 100. Некоторые моменты даже до мелочей вспоминаю. Где, чего, даже сейчас лица открыл, ребят, я четко вспомнил, где он, откуда, на какой специальности он служил, куда мы с ним ходили, какие наряды и так далее. То есть все в памяти осталось? Все отложилось, да, до сих пор, вот я все помню это. Когда призвали, когда перевели в учебку, распределили в Ригу, потом в Лейпаю, в Латвии. Когда демобилизовался. То есть вот такие моменты очень откладываются в голове и их никак не стереть нельзя. Тем более с учетом того, что есть вот такая память. Может быть, если бы не альбом, может быть, где-то и подзабывались какие-то моменты. А когда сядешь, откроешь, и такая ностальгия. Традиция вести дембельский альбом, к сожалению, не сохранилась. Но в любом случае, любая подборка фотографий крепкой солдатской дружбы того времени – это теплые воспоминания об армейской службе.